Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я объясню вам, почему не надо считать белки, жиры и углеводы в своем дневном рационе. Я люблю использовать в своей практике оздоровления только природные средства, ресурсы человеческого организма в общем и целом, инструменты, методы и средства, которые окружают человека в том пространстве, где он обитает. Даже если человек живет в мегаполисе, его все равно окружают какие-то элементы природы. Это и природная еда, которую он употребляет, это и воздух и солнце и вода и многие другие факторы. В природе живут животные, птицы и не только в природе, даже возьмем домашних животных, кошек, собак. Никто из животных не считает калории. Человек немногим отличается от животных. Не забывайте, что у нас очень схожи в общем и целом системы организма, системы пищеварения, системы выведения. Так вот, проводя аналогию с животными и другими представителями природного мира, мы не видим таких примеров, чтобы кто-то подсчитывал калории и кто-то считал норму белков, жиров и углеводов. Соответственно, мы делаем вывод, что вот эти подсчеты, вот эти математические формулы, это что-то искусственное, то, что пришло в жизнь человека с подачи неких специалистов. Какую цель преследовали специалисты, объясняя человеку, что ему нужно считать БЖУ и калории? Какая была цель? На мой взгляд, цель была все-таки коммерческая. Для того, чтобы человек, запутавшись в этих подсчетах, не понимая, как правильно это делать, обратился за помощью к специалисту, который уже на платном основании сделал бы сам ему эти подсчеты и поставил человек в такие условия, когда он бы принял за данность, что без этих подсчетов, без объяснения диетолога, без рекомендации нутрициолога, он не сможет выстроить свой здоровый рацион. С точки зрения натуропатии, эти подсчеты вообще не имеют под собой никакого основания. Смотрите, какую бы пищу мы не взяли, мы всегда сможем разложить ее на белки, жиры и углеводы. Капуста, в ней есть белки, жиры и углеводы. Морковь, она тоже состоит из белков, жиров и углеводов. Шпинат, состоит из белков, жиров и углеводов. Хлеб из белков, жиров и углеводов. Гречка то же самое. Какой бы продукт мы не взяли, или рыбу, или яйца, мы всегда можем разложить его на белки, жиры и углеводы с той только разницей, что в каких-то продуктах белка будет больше, углеводов меньше или почти к нулю. Ну, может быть, 0,1 или 0,1. В каких-то продуктах будет углеводов больше, но белка очень мало, но он там будет присутствовать всё равно. Какие-то продукты представляют из себя по большей части жиры, но там также будет содержание белков и углеводов в какой-нибудь незначительной части. То есть, по умолчанию любая пища содержит белки, жиры и углеводы. Это естественно, и это естественная составляющая каждого продукта, иметь внутри себя белки, жиры и углеводы. Но не только, кстати, там же есть ещё и витамины, есть ещё и минеральные вещества. Таким образом, когда в нас попадает в течение дня какая-то пища, любая пища с утра и до вечера, она всегда содержит белки, жиры и углеводы. То есть, человеческое питание, оно и представляет из себя набор белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и так далее. Встаёт вопрос, зачем нам как-то искусственно ещё подстраивать вот эти процентные соотношения белков, жиров и углеводов, когда они и так уже встроены в ту пищу, которую мы употребляем. А вот процессами, отвечающими за усвоение белков, жиров и углеводов в организме, управляет ваша кишечная микрофлора. Люди очень сильно недооценивают роль кишечных бактерий, которые у них живут внутри, в управлении вот этими механизмами и регулировании всех процессов, происходящих в организме, не только пищеварительных, но и других тоже. Таким образом, когда вы едите любую пищу с утра и до вечера и наполняете ваш организм белками, жирами, углеводами, клетчаткой, витаминами, минералами, там внутри у вас работает завод по переработке этой пищи и по приведению в необходимый баланс всех этих поступающих питательных веществ с помощью кишечной микрофлоры. Но человек, когда он начинает искусственно себе строить формулы и высчитывает, сколько ему, когда нужно съесть белков, жиров и углеводов, пытается стать умнее бактерий. Он пытается взять на себя ту функцию, которую на самом деле выполняют его кишечные бактерии. Но это большое заблуждение думать, что мы умнее бактерий. На самом деле всё как раз наоборот. Человеческое тело на 90% принадлежит бактериям, которые населяют вообще просто всё тело, весь организм человека, управляют нашей жизнью. Причём мы об этом даже не задумываемся, о том, что нами действительно управляют бактерии. А вот та колония бактерий, которая живёт в кишечнике, она особенно большая и очень умная. И по сути все процессы, которые происходят внутри организма, они происходят без участия вашего разума. То есть вы можете заниматься в течение дня какими-то своими делами, вы работаете вашу работу, вы зарабатываете деньги, вы строите отношения с людьми, вы водите автомобиль, вы спите, смотрите фильмы, испытываете разные эмоции, но при этом вы не задумываетесь о том, что внутри вас есть мир бактерий, который всем этим управляет. То есть мир бактерий управляет качеством выполняемых вами функций. Но вы об этом не задумываетесь. Поэтому то, что делаете вы, держа в руках калькуляторы и высчитывая, сколько вам чего нужно потребить, это просто немножко смешно. Это притянуто за уши. И я не советую вам тратить свое драгоценное время на подсчет БЖУ. Вы спросите, а чем же тогда руководствоваться, если не подсчетом БЖУ и калорий, чем же тогда руководствоваться, чтобы делать рацион здоровым? А вот здесь мы подходим как раз к точке зрения натуропатии. А с точки зрения натуропатии, ваше питание будет здоровым только в том случае, если у вас очищающее питание будет преобладать над загрязняющим. Что такое очищающее питание и что такое загрязняющее питание? В рамках одного видео я не смогу вам это объяснить, потому что это займет очень много времени. У меня этому целый курс посвящен. Пишу книги, пишу посты на эту тему, записываю видео. То есть информации по очищающему и загрязняющему питанию на самом деле очень много. Нужно просто задаться этой целью, чтобы разобраться в этом наконец-то и перестать считать калории и БЖУ, и следить только за тем, чтобы очищающего питания было больше, чем загрязняющего. И вот тогда происходит очень важное действие. Когда в вашем питании очищающее начинает преобладать над загрязняющим, у вас атмосфера в кишечнике становится более благоприятной для развития большой колонии здоровых кишечных бактерий. Вы понимаете, что если здоровых бактерий, то есть здоровой микрофлоры, будет больше, чем патогенной, то усвоение белков, жиров, углеводов, витаминов, микро-макроэлементов и прочего, оно будет идеальным, и ваши пищеварительные процессы будут идеальными. Соответственно, вслед за идеальными пищеварительными процессами у вас будут идеальными выделительные процессы и так далее. То есть у вас все системы будут идеально и гармонично работать, и вы будете абсолютно здоровым человеком при условии, что у вас будут здоровые кишечные бактерии в большинстве. То есть здоровая кишечная микрофлора будет очень сильно преобладать над патогенной. А этого можно добиться не подсчетом калорий, а исключительно слежением за процессом очищения и загрязнения. Я вас уверяю, что считать калории и БЖУ сложнее, чем заботиться о своем очищающем питании. И честно сказать, это неинтересно. Дело в том, что я это проходила в 2017 году, когда я только встала на путь оздоровления своего собственного, и на путь поиска здоровья через натуропатические методы, я рассматривала разные варианты. И в том числе я также рассматривала путь диетологии, тоже пыталась считать калории, считать БЖУ. Даже было время, правда это длилось недолго, когда я даже клиентов ввела с точки зрения распределения БЖУ и калорий. Но это было буквально несколько месяцев, потом я поняла, что это не то, что действительно сделает людей по-настоящему здоровыми. И я ушла с этого пути, я перешла полностью на сторону натуропатии. И с тех пор я никогда больше не возвращалась к подсчету БЖУ и калорий.